Первая христианская община появилась в Риме в середине первого века нашей эры, буквально спустя несколько лет после событий, описанных в Новом Завете. Молодую религию в основном исповедовали выходцы из Иудеи, в связи с чем, поначалу, римляне считали христианство одной из разновидностей иудаизма и относились к нему вполне терпимо. Однако со временем, когда христиан стало больше, их поведение стало вызывать недовольство других жителей Рима. Принято считать, что гонения в основном происходили не из желания государства что-то ограничить или запретить, а в связи с недовольством местного населения, которое не понимало, почему христиане отказываются принимать участие в религиозных праздниках, традиционных для римского общества, и приносить жертвы богам, те, которые на протяжении веков спокойно осуществлялись в римском государстве. На самом деле римляне были достаточно веротерпимы, когда дело касалось языческих религий. У них даже существовал специальный храм, пантеон, куда свозили изображения и статуи богов разных племен и народов, которые входили в состав римского государства. И всем богам полагалось равное уважение, но христиане уважение проявлять отказывались. Более того, они и признавали божественную природу императора, а это уже было оскорблением величества и вызовом самим основам римского государства. Это не могло остаться незамеченным. Христиане верят в равенство всех людей. Они хотят освободить рабов, стерпят любое унижение за веру. Им не нужно оружие, они презирают войну, любое насилие. Они презирают завоевание и все, что придает силу и авторитет Риму. Они кислота, разъедающая мощь империи. Недовольство христианами в Риме росло, и в конечном итоге повод его выплеснуть у римлян нашелся. Им стал Великий Римский пожар 64-го года. Тогда огонь быстро распространился по городу, уничтожив несколько кварталов и даже затронул дворец императора Нерона. В пожаре обвинили христианскую общину. Якобы ее проповедники что-то говорили об очищающем огне Господа. Есть версия, что пожар был нужен императору Нерону, который хотел перестроить город. Однако подтверждений этому нет. Как впрочем, нет и доказательств причастности к происшествию христиан. Версия о том, что ранние христиане виновны в поджоге Рима, не выдерживает исторической критики. Но многие в Вечном городе были убеждены в обратном. Христиан стали считать врагами общества и государства. Их изобличали и преследовали. Собрания разгоняли, проповедников судили по римским законам. Наказание в Древнем Риме было жестоким и зрелищным. Обвиненных в сожжении города христиан отдавали на расправу голодным тиграм и львам. К чести ранних христиан держались они стойко, от веры не отрекались. Возможно, это и повлияло на то, что, несмотря на гонения, последователей Христа становилось все больше. К новой вере в основном обращались низшие слои римского общества. Но постепенно христианство проникло и в умы знати. В то же время противоречия между христианством, как религией страждущих, и античностью, как культом силы, здоровья и красоты, обострялись. Вы были свободные граждане? Я рожден свободным. Остальным даровали свободу. Христиане? Я начинаю обыск. Продолжайте работать. Так продолжалось до начала 4 века, когда к 308 году в результате сложной схемы передачи власти в Римской империи оказалось сразу пять полноправных правителей. Каждый из которых не подчинялся другому. Вопрос, кто здесь власть, решался в сражениях преданных легионов. И здесь удачливее всех оказался император Константин, сын императора Констанция I Хлора и простолюдинки Елены, исповедовавшей христианство. Собираясь на битву со своим соперником Максенцием, он не только принес жертвы всем известным языческим богам, но и приказал нанести на знамена и щиты изображения креста. Константин утверждал, что ему было видение, и он услышал голос со словами «Хок Винке». Это гражданская война. История всегда строго судит ее участников. Я не боюсь этого суда, потому что в битве нас будет осенять символ справедливости. «Хрест! Хрест униженных и угнетенных!» Скорее всего, речь идет о некой легенде, которая с течением времени была переработана, рационализирована, возможно, снова переработана. Но в любом случае у нас нет оснований не доверять свидетельствам о том, что якобы возник в небе огненный крест, и была написана по-гречески фраза, которая на старославянский переводится как «Сим победиши». И Константин якобы именно благодаря этому знамению и одержал победу над своим соперником Максенцием. После победы над Максенцием Константин принялся укреплять свою власть и начал с того, что ввел свободу вероисповедания. 15 июня 313 года в Милане Константин подписал соглашение с другим императором – Лицинием. Согласно Миланскому дикту, государственные и гражданские посты в Риме теперь могли занимать представители всех религий. Государство находилось в упадке, необходимо было найти новые кадры, и вот эти кадры искали где угодно, и в том числе привлекали сторонников метроизма и, разумеется, христианства. Принято считать, что этот Миланский дикт оверотерпимости был издан в первую очередь в интересах христиан, поскольку именно представители христианской общины и были наиболее вероятными претендентами на военные и гражданские посты в государстве. Нельзя сказать, что с этими событиями христиане получили какое-то привилегированное положение в Риме, но в любом случае исповедовать свою веру им стало проще. Сам император Константин принимать христианство не спешил, хотя идея единого Бога ему нравилась, а еще она была очень полезна для его власти. Монотеизм же позволяет навести порядок и на земле, то есть когда императорам понадобилось укрепить свой культ, когда им понадобилось укрепить свое положение в государстве, разумеется, им нужен был какой-то единый Бог, какая-то единая религия, и вот такой религией в течение времени стало христианство. Император Константин получил титул великий за то, что ему удалось спасти империю от разрушения и объединить страну. При этом Рим постепенно христианизировался, государство становилось гуманнее. К примеру, из практики правосудия уходили жестокие пытки и казни. А Константин загорелся идеей строительства новой столицы империи. В 330 году на побережье Малой Азии появился Новый Рим, который еще при жизни императора назвали Константинополем. Константинополем.